МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Онкохирург с 50-летним стажем Мугудзин Чумаев стал лауреатом специальной премии за верность профессии. Как медики отметили свой профессиональный праздник, расскажем сегодня в выпуске. Формат ЕНТ в следующем году будет изменен. Какие новшества ждут будущих выпускников? Космонавтов более полугода, проработавших на орбите, Акимобласти Нурмухаммед Абдебеков встретил в Международном аэропорту Караганды. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специально для них была организована праздничная концертная программа. Поздравить медиков приехали и артисты из столицы. Подробности далее. Азамат Жашкеев – лауреат в номинации «Лучший хирург». За время своей деятельности ему запомнилась самая длинная операция, которая шла 11 часов. Хирург пришивал пациенту полностью оторванную руку. Этот случай произошел в 2001 году. Азамат Жашкеев рассказал, что за 20 лет работы его специальность кардинально изменилась. Раньше после операции пациенты неделями лежали в больнице. Сегодня с помощью новых технологий и без хирургического вмешательства реабилитационный период значительно меньше. В разговоре с журналистами Азамат признался, что не ожидал стать победителем и безгранично рад удостойному званию. Сосуды стоит. Это воспоминания хирургии областного кардиохирургического спецназа. Давайте вас здравим. Аплодисменты. Ну, честно говоря, первое впечатление – это солидарность с другими хирургами. То есть, как-то быть лучшим среди других хирургов – это, конечно, честь большая, но быть лучшим. Хирургов очень много. Есть очень много одаренных хирургов. Лучшие – это условное название, можно сказать. Это, наверное, заслуга современных технологий больше. Лучший акушер-гинеколог, лучший врач общей практики, лучшая медицинская сестра и многие другие отличившиеся работники здравоохранения получили свои грамоты и премии Акима Карагандинской области. С поздравительным словом выступил Нурмухамбет Абдибеков. Эта премия – не только знак признания ваших личных заслуг в развитии здравоохранения нашего региона, но и благодарность ваших пациентов за сотни спасенных жизней. Казахстанские медики вместе со всей страной пережили нелегкие времена становления независимого Казахстана. Но, несмотря ни на что, они остались верны своему профессиональному долгу, подтвердив тем самым свою верность медицине. Лауреатом специальной премии в номинации «За верность профессии» стал Мугудин Чумаев. Он как хирург с 50-летним стажем. Большую часть этих лет он посвятил работе в областном онкологическом диспансере Акима области лично наградил старейшего работника здравоохранения. «Я хотелось поблагодарить Акима за то, несмотря на экономически тяжелое время, за ту помощь, которую оказывают медицине, за то техническое оснащение, которое способствует улучшению жизни наших больных. Спасибо, коллеги! Я думаю, вы все согласны!» В завершении праздника – традиционное фото на память с главой региона. Концертная программа подарила зрителям множество ярких впечатлений. Награждение премии Акима Карагандинской области проводится с 2006 года. Вот уже 10 лет власти по достоинству оценивают нелегкий труд работников здравоохранения. Лариса Хусейнова, Ужас Габасов, Александр Терекидзе, Первый Карагандинский. В Карагандинской области подвели итоги единого национального тестирования. В этом году около 7 тысяч выпускников закончили 11 класс. Из них только 4 475 принимали участие в сдаче ЕНТ. Отрадно отметить, что средний балл по области составил 81,9, что выше республиканского показателя и на 2,3 балла результата 2015 года. Отличительной особенностью этого года является то, что практически по всем регионам области отмечается позитивная динамика и существенное увеличение среднего балла. В сельских районах средний балл 75,6, в городах 83,6. Разрыв между показателями города и села снизился почти на 2 балла и составил 8 баллов. Самый высокий результат 125 баллов показал выпускник КТЛ номер 3 города Шисказган Абишевт Эликберген. Количество выпускников набравших более 100 баллов увеличилось по сравнению с прошлым годом почти на 100 человек. с 729 вольт до 822 и составило 18%, это на 4% выше республиканского показателя. Количество выпускников, подтвердивших знакалт МВГ, увеличилось на 7,3% и составило 56% от общего числа претендентов. Это на 6% выше республиканского показателя. Из 97 претендентов на аттестацию от Личи подтвердили 41 врусник или 42,2%, это почти на 11% лучше, чем наш показатель прошлого года. Не подтвердили данные республики аттестации все претенденты Абайского, Таналкинского, Сатарского районов и города Каржан. Следует отметить, что число неудовлетворительных оценок снизилось по сравнению с 2015 годом со 126 до 90 или на 28%. По сравнению с прошлым годом, количество выпускников, не набравших порогов уровень 50 баллов, снизилось почти на 162 человека и составило всего 13,5%. Это также значительно лучше республиканского показателя и нашего показателя прошлого года. Тем не менее, наибольший процент непрошедших пороговый уровень в Асакаровском – 36,7%, в Улытаусском – 39,9%, в Нуринском – 31,9% районах. Для этой категории выпускников в этом году есть возможность пересдать ЕНТ без права получения государственного гранта. Повторная сдача ЕНТ будет проведена во второй половине августа на платной основе. Стоимость – 2242 тенге. Те, кто вновь потерпит неудачу, зачислять высшее учебное заведение условно. На равнице всеми студентами, эти слушатели будут посещать занятия, дополнительно добавят еще несколько предметов. После полухода такого обучения они сдадут тестирование и только тогда будут официально зачислены на первый курс уже со второго семестра. Анализ результатов ЕНТ показывает рост среднего балла по обязательным школьным дисциплинам. Наименьший средний балл отмечается по предмету математика. Именно по этому предмету получено наибольшее число неудовлетворительных оценок – 66 или 73% от общего числа двоек. В ходе проведения анализа был выявлен ряд проблем, влияющих на качество образовательного процесса, над решением которых необходимо продолжать работу. Это прежде всего дефицит квалифицированных педагогических кадров в сельских школах, недостаточная работа методической службы и ограниченный доступ к широкополосному интернету в сельских районах. Продготовить детали анализа в ЕНТ с конкретными предложениями по повышению качества образования на праве Акимова Романова. Продолжить работу по совершенствованию предметной компетентности педагоговых областей, в том числе преподающих нескольких предметов, по переподготовке неспециалистов, менеджментов для методистов и руководителей Акимова Романова – тоже важный метод. Акимов районов, совместно с управлением Акимова и Городов Романова – провести детальный анализа в езде по каждой школе, рассмотреть на расширенные свои совещания, принять действенные меры по повышению квалификации педагогов с этой целью – обеспечить участие педагогов на курсах по переподготовке и повышению квалификации, рассмотреть определенные средства на праве Акимова Романова для похождения педагогов на курсах повышения квалификации. Формат ЕНТ в следующем году будет изменен. Тестирование будет трансформировано во вступительный экзамен в УЗы и будет строиться на принципе SIT. Работа по улучшению предоставления образовательных услуг будет продолжена. Надеемся, что она положительно скажется и на результатах ЕНТ в следующем году. Ассир Сазымбаев, Олжас Габасов, Александр Циригидзе, Первый Карагандинский. В Карагандинской области вернувшихся на Землю космонавтов встретили традиционно чапанами и матрешками. Правда, получить их вышел только командир экипажа Юрий Маленченко. Его коллеги, бортинженеры Тимоти Пик и Тимоти Копра из-за плохого самочувствия остались в медпункте. Подробности в материале Ларисы Хусаиновой. Журналисты ждали встречи с космонавтами более трех часов. В итоге на пресс-конференцию вышел только космонавт Роскосмоса Юрий Маленченко. Командир выразил слова благодарности за гостеприимство. Спасибо большое. Приятно всегда возвращаться на Землю, особенно после длительной экспедиции, и особенно приятно возвращаться на Землю Казахстана, потому что Казахстан – это особая территория. Для каждого космонавта это вторая родина, отсюда мы вылетаем в космос. И сюда же возвращаемся. Прекрасные, гостеприимные люди. Желаю всем счастья много здесь, покоя, здоровья и спасибо за гостеприимство. Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков подарил россиянину национальный казахский костюм. Все члены экипажа космического корабля «Союз ТМА-19М» на память получили именные матрешки со своими изображениями. Мы хотим пожелать нашим гостям, нашим космонавтам, астронавтам скорейшего восстановления и продолжения своих запланированных мероприятий. Я хотел бы поблагодарить Юрия Ивановича Малинчика за то, что он участвует в нашей пресс-конференции. Мы понимаем, что это очень серьезное и непростое дело – возвращение и адаптация к земным условиям. 18 июня во второй половине дня пилотируемый корабль «Союз ТМА-19М» приземлился в 148 километрах от Жесказгана. Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Продолжительность пребывания в космическом полете экипажей экспедиции составила 186 суток. Лариса Хусейнова, Марат Култенов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Карагандинской области отмечается рост основных социально-экономических показателей. Об этом и многом другом рассказали на областном совещании, которое прошло под руководством первого заместителя Акима области Асалбека Дюсибаева. Также первый заместитель дал поручение наказать двух заместителей Акимов районов за низкие показатели. На совещании присутствовали руководители областных управлений, департамента статистики, а также Акимы и заместители Акимов городов и районов в режиме видеоселектора. По итогам пяти месяцев текущего года основные показатели социально-экономического развития области сохраняют положительную динамику. Произведено продукции на 711 миллиардов тенге. Это превышает прошлогодний объем более чем на 200 миллиардов тенге. Карагандинская область в республиканском объеме промышленной продукции занимает 10,2%. Это третье место в республике. В обрабатывающей промышленности объем производства вырос на 6,7%. Произведено продукции на 559 миллиардов тенге. В этом направлении достигнут рост в производстве продуктов питания, в легкой промышленности, в производстве фармацевтических продуктов, резиновых, пластмассовых изделий, в металлургии и машиностроении. В сельском хозяйстве обеспечен рост отрасли на 2,4% за счет увеличения объемов продукции животноводства. По республике в разрезе областей это пятое место. За счет введения частных и расширения действующих дошкольных организаций на 154 места увеличен охват детей дошкольным воспитанием и составил 97,5%. В этом году за пять месяцев наблюдается рост экономического состояния области. Обеспечен рост индекса физического объема промышленной продукции на 103,3%. Рост товаров сельхозпроизводителей составляет 102,4%. Количество объектов малого и среднего бизнеса составляет 101,5%. С начала года в экономику области инвестировано более 89 миллиардов тенге. Введено более 128 тысяч квадратных метров. Более 900 семей обеспечены новым жильем. Однако при всем этом акиматами Каркаролинского района и города Сарани не обеспечено исполнение плана экономического роста на текущий год по итогам пяти месяцев. На совещание Солбек Дюсибаев дал поручение о наказании двух заместителей акимов регионов за низкие показатели. Лариса Хусынова, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Фарнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Продолжаем выпуск. В Караганде состоялась традиционная сельскохозяйственная ярмарка под названием «Зеленый караван». Предприниматели из разных районов области смогли реализовать свою сельхозпродукцию по выгодным ценам. Жители шахтерской столицы тоже остались довольны. Они пополнили свою продовольственную корзину мясом, овощами и другими товарами. На ярмарке побывала и наша съемочная группа. В пяти местах по всему городу были организованы точки проведения ярмарок. Перед магазином «Юбилейный» выставили свою продукцию в Жанаркинские и Шетские районы, а также местные товаропроизводители. Всего на ярмарке было полторы тонны говядины, тонна свинины, столько же молочной продукции, а также товары Майкудукской и Курминской птицефабрики. Мы приехали в Жанаркинский район, две туши говядины привезли, 480 килограмм. Все распродали за два часа. Продукция предприятий города и сельских товаропроизводителей области была реализована по ценам на 15-20% ниже рыночных. А следующую субботу я хотел воспользоваться этим моментом. Именно карагандинцев, население города пригласит еженедельно, по субботам, который будет проводиться, еще дополнительно двух местах, откроем это семи местах, будет сельскохозяйственная ярмарка, приглашаем посетить нашу ярмарку. Это в каких местах будет ярмарка? Это торговый дом Гренмарк, где по проспекту Республики Казахстан. Здесь будет перед торговым домом юбилейный, присягнение, майкудуки и сортировки. А также в двух местах мы сейчас, Отау, Ту-Отау, это авторынок. В этих районах хотим организовать и Михайловки, в двух местах. Людей на ярмарке было много. Кто-то покупал мясо, другие выбирали овощи. Весь товар был представлен по приемлемым ценам и хорошего качества. Именно по этой причине Надежда Корниенко не пропускает ярмарки. Сейчас женщина на заслуженном отдыхе, и она уверена, что именно тут найдет все необходимое за выгодную цену. Сегодня я купила мед Доник с Васильком и из Порце, да? Так вот вроде как. Вот взяла. Как вам обслуживание меда? Как вам? Ну ничего вроде бы. Ну, по крайней мере, по нашим ценам как раз. Марка под названием «Витькин мед» на рынке около семи лет. Более 150 килограмм меда привезли сыновья того самого Витьки. Пять видов полезного и вкусного лакомства смогли оценить жители Караганды. 95% это положительных отзывов. Все как бы благодарят нас за этот мед, как бы то, что мед хороший. Говорят, постоянно будем у вас покупать. Вот, в основном все хорошие отзывы. Продобольственные ярмарки – это традиционное мероприятие в шахтерской столице. Все остались довольны – и продавцы, и покупатели. Следующие ярмарки состоятся 25 июня, а также 2 и 9 июля текущего года. В преддверии празднования Дня государственных служащих в стенах Дома дружбы состоялось торжественное мероприятие на тему «Государственная служба будущего». На протяжении всего вечера царила праздничная атмосфера. Благодарственными письмами были награждены государственные служащие, отличившиеся в работе, а также руководители государственных органов, где проходили стажировку выпускники Карагандинской молодежной школы государственной службы. В мае текущего года были объявлены конкурсы среди государственных служащих по шести различным направлениям, где проверяли интеллект, спортивную подготовку и творческие навыки. В течение месяца работники государственной службы боролись за титул лучшего. Данное мероприятие проводится первый раз в нашей области, именно вот такого вот масштаба, вот именно вот такого вот характера. Планируем проведение аналогичных вот таких вот торжественных мероприятий ежегодно. Сегодня на нашем мероприятии участвует около 460 человек. Дана Мухаммедзиева 4 года на государственной службе, продолжила семейную традицию. Каждый день ходит на работу с удовольствием и ничуть не жалеет. Участвовал в конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья», где нужно было продемонстрировать свои спортивные навыки. Как говорит Дана Мухаммедзиева, победа была вполне ожидаемой, хотя соперники были сильными. Они заняли первое место. Я благодарю руководство мое, которые, несмотря ни на что, отпустили на суровый рабочий день. Они меня как бы отпустили на это соревнование. И благодарю организаторов за такое мероприятие. После торжественной части для всех присутствующих был организован небольшой концерт, где демонстрировали свое мастерство творческие коллективы шахтерской столицы. А сердце Замбаева и сломбеку спан Александр Цирикидзе – первый карагандинский. Вот она долгожданная победа. 3-1. С таким счетом завершился матч «Шахтер-Ахжаик». В связи с поражением тренер уральской команды Талгат Байсуфинов объявил об отставке. Подробнее расскажет наш корреспондент. Матч между командами «Шахтер» и «Ахжаик» прошел в Караганде в рамках 17-го тура чемпионата Республики Казахстан по футболу. Игра получилась напряженной. Соперники долго не могли открыть счет. На 22-й минуте в мяч едва не влетел в ворота «Шахтера». От неминуемого гола карагандинцев спасла лишь штанга. Первый гол хозяева поля забили на 27-й минуте. На эту игру очень настраивались. Принципиальный соперник. Ребята вышли с полной самоотдачей, выполняют установку. И думаю, результат это показывает. По поводу первого тайма, после его девять инициативы мы играем на контратаках. Это приносит свои результаты. Среди фанатов нам удалось найти супругу Игоря Пикалкина. На игру любимой команды Юлия пришла вместе с сыном. «Стараемся каждый матч приходить. Сегодня прям очень рады. И хорошо играют. И видно, что команда хорошая, настроена. Мы только за победу. Мы только рады, когда наши мужья побеждают». Во втором тайме произошла замена в составе «Акжаика». Вместо получившего травму Эдуарда Сергеенко на поле вышел Руслан Валиулин. Но замена не помогла уральской команде выиграть матч. Игра закончилась со счетом 3-1 в пользу футбольного клуба «Шахтер». «На нас была важная игра, потому что наш суперник в таблице был там при нас. Поэтому еще много. И могу сказать, что они хорошо играли. У них было хорошее держание мяча». На пресс-конференции после матча с карагандинским «Шахтером» тренер команды «Акжаик» объявил об отставке. Талгат Байсуфинов пришел в команду летом прошлого сезона и вывел ее в премьер-лигу. В нынешнем сезоне при нем команда сыграла 17 матчей, одержала три победы, два матча сыграла в ничью и потерпела 12 поражений. «Всю вину я беру на себя, но ничего не потеряю. Вся борьба впереди, и эта команда может сохранить прописку в премьер-лиге. Но я считаю, что я должен покинуть команду, потому что переносить такие удары очень и очень тяжело». Следующий матч карагандинского «Шахтера» состоится на выезде 25 июня с футбольным клубом «Атырау». Лариса Кусынова, Жексулык Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Потребители нового города Михайловки, Юго-Востока, микрорайона Кунгей, поселка Актаз, Кирзавод Первый, Второй и Третий, Четвертый. В связи с проведением дезинфекции водопроводных сетей ТО Караганды-Су 22 июня текущего года вода будет подаваться с повышенной дозой хлора. Во избежание отравления не рекомендуем использовать воду для питьевых потребностей и приготовления пищи. Рекомендуем иметь двухсуточный запас питьевой воды. Работы по дезинфекции начнутся в ночь с 21 на 22 июня текущего года и закончатся 22 июня после 22.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова